В Лубне продолжается сбор и отправка гуманитарной помощи жителям Донбасса и воинам, участвующим в проведении специальной военной операции на Украине. Подробности в нашем репортаже. Как известно, моральная поддержка нашим солдатам важна не менее, чем материальная помощь. Поэтому общественной палатой совместно с городскими школами и юно-армейскими отрядами в госпитале Донбасса и воинские части было решено отправить подарки от детей. Это детские рисунки, шоколадки, носки, вещь всегда необходимая и письма солдатам, написанные ребятами. Ученики подготовили подарки и письма солдатам, вставшим на защиту Донецкой и Луганской народных республик. Здравствуй, солдат. Я тебя не знаю, но восхищаюсь тобой. Служба твоя нелегка, но очень важна для твоей страны. Думаю, что ты сильный и смелый. Желаем тебе, солдат, справиться со всеми трудностями на твоем военном пути. В нашей школе 33 класса и абсолютно все приняли участие. Около тысячи человек. Дети с любовью написали. Очень много рисунков было. Они постарались очень. Все очень переживают за эту ситуацию. У кого-то есть родственники на Украине и в России. Мы знаем, что среди, кто участвует в этой военной операции, очень много молодых. Дорогие солдаты, берегите себя. Мы вами гордимся и ждем вас. Более двух тысяч пар носков и писем от учащихся городских школ принесли на пункт сбора гуманитарной помощи юно-армейцы. Дети из планеты талантов и Центра социальной реабилитации несовершеннолетних передали для солдат свои яркие рисунки. Что на нем нарисовано? Голубь. Мы за мир. Я нарисовала голубя, потому что голубь – это символ мира. Мир в наших руках. А кому эти рисунки вы хотите подарить? Нашим русским солдатам. Им нужна поддержка. Сами знаете, письмо пахнет домом. И письма, и носки, и сладости. Повезут прям конкретно воинскую часть нашим солдатам. Они с удовольствием берут детские рисунки и прямо вот складывают в карман. И идут дальше. Мы надеемся, что все будет у нас хорошо. Подарки от детей, упакованные в коробки с надписью «Солдатам России» и «Своих не бросаем» были переданы в Домодедово на областной пункт сбора гуманитарной помощи и уже отправлены на Донбасс. Сбор гуманитарной помощи в Лобне продолжается как общественной палатой, так и другими организациями. Нариса Панина, Алексей Орлов, Денис Рокин, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!